Украинские атомные электростанции должны работать под полным и северенным контролем Киева и под наблюдением МАГАТЭ. Об этом говорится в совестном коммунике, который подписали участники глобального саммита мира в Швейцарии. Ядерная безопасность это первый пункт украинской формулы мира и одна из ключевых тем саммита мира. Все подробности расскажет Лариса Петрук. 1 июня 1996 года Украина отправляет последнюю ядерную ракетную установку в Россию. До подписания Будапештского меморандума Киев владел третьим по мощности ядерным арсеналом в мире. Украина выполнила свои обязательства, уничтожила 2000 стратегических ядерных боезапасов. Взамен США, Великобритания и Российская Федерация гарантировали, что никогда не используют силу против территориальной целостности или независимости Украины. Согласно документу, их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Февраль 2014 года один из подписантов Будапештского меморандума «Россия» аннексирует украинский Крым. А весной вводит войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Спустя 8 лет, незадолго до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Киев в очередной раз напомнил международному сообществу о данных в 1996 году гарантиях безопасности. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Гарантия Будапештского меморандума. Трижды. Кстати, безуспешно. Первый день полномасштабной войны, развязанной Кремлем, российским войскам удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. В заложниках оказались более 200 человек – сотрудники предприятия, гражданские лица и служащие нацгвардии. За чуть более чем месяц оккупации, по сообщениям руководства ЧАЭС, российские военные убили 9 сотрудников станции. Пятерых взяли в плен. Украли и уничтожили технику на сумму около 135 миллионов долларов. 2,5 миллиарда гривен – сумма убытков из-за оккупации зоны отчуждения, утверждают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Все было разбросано, компьютеры среди комнаты, все, что можно было плохое сделать, плохое сделали. И здесь просто был беспорядок. А теперь я поскладывал уже немного. Вот чип больше всего стоит. Он маленький, его можно продать как золото. Там все контакты – золото. А потом уже брали знающие. Я даже так думаю, что здесь был кто-то из Росатома. Они украли на тысячи, а ломали на миллионы. Думалось, что это невозможно в наше время. Морально не давили, просто когда видели, ложили на пол, на землю, вернее, на телефоны, обыскивали, спрашивали, кто такой, что ты тут сделаешь. Если Киевскую область, где расположена ЧАЭС, украинские вооруженные силы деоккупировали еще в начале апреля 2022-го, то Запорожская атомная электростанция до сих пор с начала марта 2022-го года под контролем захватчиков. Таких прецедентов не было еще в истории человечества. Когда одна страна, сторона тех же конвенций Международного агентства по атомной энергии, оккупирует атомную электростанцию другой страны независимой, которая также является стороной международных конвенций в сфере ядерной радиационной безопасности. Российские провокационные обстрелы территории самой большой в Европе атомной электростанции. Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Похищение, издевательство и давление на персонал. Энергоатом квалифицировал действия Москвы как ядерный терроризм. Международная организация Greenpeace проводит собственное расследование действий российских военных на Запорожской АЭС. Согласно отчетам аналитиков, одна из главных проблем станции – нарушение в подаче электроэнергии к шести реакторам и жизненно важной функции водяного охлаждения. Кроме того, согласно последним заявлениям, Росатом планирует перезапустить работу АЭС, что в условиях продолжающихся боевых действий, нехватки квалифицированных кадров и остановки реакторов может стать фатальной ошибкой. И даже присутствующая на оккупированном предприятии команда МАГАТЭ все еще не имеет доступа к некоторым важным для ядерной безопасности участкам станции. Таких аварий, как на Чернобыле и на Фукусине, не произойдет. Потому что блоки остановлены, они не на мощности. Вот какая-то локальная авария, она может произойти. Я могу объяснить, почему. Потому что атомная электростанция уже 8 раз садилась на ноль, 7 раз полностью, 1 раз частично. Главное опасение связано вот чем. Что есть информация, что они используют, россияне используют, российские военные бестолковые используют помещение Запорожской атомной станции для хранения боевой техники и в том числе для хранения боеприпасов. Не дай бог, что-то там произойдет, это будет серьезнейшая проблема. Но хочу подчеркнуть, что атомные станции спроектированы таким образом, что серьезная катастрофа, подобная Чернобыльской, она может произойти только если взрыв, разрушение произойдет изнутри. Ядерный шантаж – излюбленный метод Кремля. Если риторика Путина меняется от прямых угроз развязать ядерную войну к заявлениям о стремлении к миру, то в телестудиях пропагандистов градус дискуссий не снижается. Годами говорящие головы в российском телевизоре обещают превратить весь мир в радиоактивный пепел. Не отстает от главы Кремля и Лукашенко. 21 мая 2024-го начался второй этап совместных учений России и Беларуси. Военные отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия. Ранее Лукашенко заявил, что Российская Федерация передала его стране, цитирую, «несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов». До сих пор нет каких-то окончательных подтверждений, действительно ли вообще ядерное оружие на территории Беларуси так и расположено. Но уж чего точно нету, так как у Лукашенко нету никакой такой ядерной кнопки. Одно дело разместить где-то ракеты, другое дело дать право кому-то политику в другой стране ими распоряжаться. И мне кажется, ну, очевидная причина, почему Путин не раздает свое ядерное оружие кому-нибудь еще. Потому что Путин, в принципе, оружие не раздает, а наоборот у себя аккумулирует. Радиационная и ядерная безопасность – первый пункт формулы мира президента Владимира Зеленского. Россия обязана прекратить ядерный шантаж, соблюдать международные правила использования ядерной энергии, предоставить возможность таким организациям, как МАГАТЭ, вести надлежащий контроль. Украинские атомные станции должны работать под полным контролем Украины. А российские войска покинут территорию Запорожской АЭС. Вот основные требования Киева. Нас всегда заботила дипломатия. Но Путин отверг дипломатическое решение, начав полномасштабную войну и предпочтя попытку геноцида украинцев вместо диалога с Украиной. Это был его выбор. И миру действительно необходимо единство, чтобы преодолеть эту огромную проблему. Большие усилия необходимы от стран на всех континентах. Первый шаг к наказанию России за ядерный шантаж сделал Конгресс США. Закон, который в середине мая подписал президент Джо Байден, запрещает поставки в Соединенные Штаты низко обогащенного урана, произведенного в Федерации и на российских предприятиях. Таким образом, ежегодно бюджет агрессора будет терять около миллиарда долларов прибыли. Эксперты уверены, наиболее действенными были бы санкции в отношении самого Росатома. Лариса Петрук для телеканала Freedom. Ну что же, дорогие коллеги, мы продолжаем. Мы как раз в этой части детальнее будем говорить о ядерной безопасности. Вот как раз вам даем слово. Дмитрий, вот говорим сегодня о Запорожской атомной электростанции. Наша коллега в материале вспоминала и ЧАЭС, да, Киевскую область. Мы все помним, что происходило на ЧАЭС тогда в феврале-марте 2022 года. По вашему мнению, действительно поговорим мы сейчас о Запорожской АЭС. Но я благодарю сейчас и Александра Левченко, который говорил, что на самом деле этот пункт, и вот Петр Алищук говорил, что этот пункт действительно очень важен с точки зрения того, что все-таки тут есть вопрос необходимости и правильной необходимости вывода российских войск, да, и Запорожской области в частности. Поэтому давайте вам адресуем вопрос в первую очередь. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация в ближайшее время на Запорожской атомной электростанции? Ну, я думаю, что действительно Путину, во-первых, нужно ответить действительно на то, что на саммит, то есть и на резолюцию тоже. В ближайшее время, скорее всего, конечно же, никаких реакций и телодвижений на Запорожской атомной электростанции они делать не будут. Еще один показательный момент. Точно так же, как надо ответить Путину, придется и господину Гроссе предпринимать какие-то действия. Почему? Потому что до сих пор, несмотря на то, что... Ну, у нас вообще такая достаточно показательная история с миссией МАГАТЭ, которая туда приезжает, да, то есть она, с одной стороны, героически прорывалась туда, когда только весь этот процесс начинался. С другой стороны, все-таки их не пускают всюду, да, то есть у них очень ограниченная, скажем, возможность передвижения. И при этом Гроссе... Прошу прощения, они ходят постоянно под контролем русского. Да, ходят под контролем, не во все здания, да, даже не везде их пускают. При этом, кстати, Гроссе вот буквально недавно был в Калининграде, в России ездил. И все-таки, как, несмотря на вот весь этот комплекс, да, вот весь этот груз того, что Россия нарушает, там есть пять принципов, нарушает давно установленные правила конкретного заявления и конкретной позиции МАГАТЭ, пока что все-таки до конца нет, да, то есть с однозначным осуждением. То есть позиции России очень сильны. Сейчас, теперь, после этого Гроссе придется все-таки конкретизировать свои... Ну, смотрите, тут как раз вот конкретизировать. Тут интересно, как вот эта коммунике способна усилить позицию МАГАТЭ, да, но чтобы они не просто были наблюдателями и фиксировали определенные моменты, которые нарушают все и вся, да, в системе мировой ядерной безопасности, но и реально могли давить и делать больно Российской Федерации в плане того, чтобы она делала какие-то шаги на урегулирование ситуации, да, отходила, да, оставляла этот объект под северенным контролем Украины. Ну, здесь, мне кажется, целый ряд проблем есть. Самое главное, насколько МАГАТЭ желает использовать соответствующие полномочия. А есть ли? Вот, это ключевый вопрос. Гроссиш, он отказался принимать участие в саммите мира, сославшись на какие-то довольно-таки маловнятные, как мне кажется, причины. Хотя именно его, наверное, вне его воли, саммит мира выводит на передний план, потому что возникает вопрос об имплементации решения саммита мира, и вряд ли Гроссиш сможет проигнорировать, поскольку все-таки участниками саммита мира являются большинство государств, которые являются наиболее значимыми с точки зрения развития атомной энергетики, которые, собственно говоря, представляют собой основу МАГАТЭ. Кстати, вопрос атомной энергетики, он остается довольно-таки серьезным, потому что, по сути, длительное время Росатом оставался одной из немногих бюджетнообразующих российских структур, которая серьезным санкциям не подвергалась. Более того, там был период, когда они использовали Росатом для ввезения через разнообразные серые схемы необходимыми комплектующих, в том числе и военного назначения. Ну вот, по сути, знаете, вокруг этой сферы российской экономики возник некий своеобразный купол защитный, и Россия довольно-таки активно это все использовала в своих интересах. А вот сейчас тема ядерной безопасности, безопасности С, выдвигается на передний план, и опять-таки на это нужно будет каким-то образом реагировать, в том числе и России нужно будет каким-то образом реагировать. И мы, конечно, посмотрим, каким образом она будет реагировать. Насколько хамское будет обращение со стороны Кремля. А я подозреваю, что поступит команда выкрутить рычажок хамства на максимум, выпустить, ну, я не знаю, кого, вряд ли Лаврова, я думаю, что выпустят они, скорее всего, Захарову. Тоже хотелось сказать, Мария выйдет. Не забывайте о Медведеве. Вы что? Медведев работает преимущественно в виртуальной сфере, потому что он, скорее всего, просто не всегда может быть оперативно подготовлен для того, чтобы его показать людям. Поэтому он выступит в виртуальной сфере. А от имени российской дипломатии, скорее всего, они выставят Захарову, которая, скорее всего, зачитает максимально хамский текст, максимально хамский текст, который, я тут абсолютно согласен с мнением, нужно будет предоставить потом и Китаю в том числе, поскольку Китай постоянно декларирует ядерную безопасность, что нельзя использовать угрозы ядерного оружия, вот эти все декларации, у них очень много соответствующих деклараций. И я даже, честно говоря, верю, что, наверное, их, вот именно этот вопрос, один из них, о которых может действительно волновать, поскольку никто не хочет, чтобы Евразия становилась менее безопасной в сфере ядерной энергетики, ядерного оружия, ну просто потому, что они как бы вроде бы живут далеко, но не настолько далеко, чтобы их не могла затронуть некая катастрофа, которая, не дай бог, произошла бы на территории Украины, ну и, по крайней мере, точно плохо бы очень отразилась на многочисленных рынках. Поэтому, ну, как бы подождем, на самом деле, понаблюдаем, как этот процесс будет развиваться, как будет реагировать Гросси, как будет реагировать в российском МИДе, да, это все будет очень и очень интересно. Но реагировать, ну, я повторю, ситуация такая, что не реагировать они не смогут, они будут вынуждены реагировать. И это, знаете, как в соответствующей игре, когда, в стратегической игре, когда противник вынужден совершать ходы, хотя, возможно, он бы и не хотел совершать ходы, но ходы совершать придется. Ну, посмотрим, да. И количество ходов увеличивает возможность увеличения количества ошибок. Да, ну, напомню, что сказал Гросси накануне, он сказал, что не будет участвовать в саммите мира, цитирую дословно, чтобы не смешивать политические соображения с технической работой. Это был его ответ. Ответ, но далее он добавил, что я постоянно на связи в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел встречу накануне с главой МИД Швейцарии Игнацио Асисом. А как еще раз слово, позвольте? Мне тоже понравилось. Дословно цитирую. Не смешивать политические соображения с технической работой. О как. Вот захотел, реактор остановился, да? То есть, когда страна другая оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, которая является украинской, это что, технический вопрос? Это очень интересно звучит. Да, давайте продолжим, Юр. Давайте выйдем сейчас на связь. Есть с нами Геннадий Рябцев, эксперт в области энергетики. Геннадий Леонидович, приветствуем вас в нашем специальном эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Леонидович, да, скажите, вот если мы говорим о роли МАГАТЭ, да, и по сути, да, мы говорим не о том, что МАГАТЭ на первом плане, потому что, как мы понимаем, как мне видится в целом по итогам этого саммита, вот первое место не только МАГАТЭ, да, в целом организация объединенных наций, да, как красиво звучит. МАГАТЭ как одна из составляющих этой большой такой сети, да, институций, под руководством которых должно все в мире как-то действовать в рамках договоренностей и в рамках международного права. Скажите, как эта история, эта коммунике, да, способна подтолкнуть МАГАТЭ или организации объединенных наций как-то к более активному участию в том, чтобы гарантировать действительно то, что атом останется мирным? При нынешнем руководстве МАГАТЭ вряд ли его к чему-то подтолкнет, разве что выражению очередной глубокой или там очень глубокой обеспокоенности, потому что вот эта вот россказня о том, что, мол, не нужно приезжать на саммит из-за того, что существует риск смешения политики и технических вопросов из уст человека, который всю жизнь занимался политикой и никакого отношения к энергетике не имеет, оно звучит, ну, дико, на мой взгляд. То есть это демонстрирует, что руководство МАГАТЭ пытается пропетлять между капельками, сделать так, чтобы и этим хорошо было, и тем хорошо было. Ведь прекрасно понимает, что существует в том числе и благодаря значительным пожертвованиям от Росатома и прочих союзников Российской Федерации. Поэтому Гросси не было на саммите не из-за того, что он пытался что-либо, чего-либо избежать или какое-то резкое слово сказать. Гросси не было, потому что он давно занял оппортунистскую позицию. Ему, честно говоря, все равно, что происходит на Запорожской АЭС. Ему все равно, что происходит в Украине. Для него главное удержаться на своем глубоком пресле и постить фоточки в интернете и в социальных сетях, демонстрирующих его любимого на фоне всевозможных предметов, связанных с ядерной энергетикой. Геннадий Леонидович, действительно, спасибо, что еще раз напомнили и процитировали то, что сказал Гросси накануне, почему он не будет принимать участие в саммите. Но все же, когда Коммуникея одним из первых пунктов является ядерная безопасность и, в частности, возвращение АЭС под контроль суверенной Украины, неужели в данном контексте МАГАТЭ все-таки наверняка придется и тут как раз Рафаэлю Гросси отреагировать, а не просто отреагировать? Я думаю, что как раз тут уже не будет смешивания политики и технической работы. Все-таки будет необходимо хотя бы предложить наверняка тем странам, которые подписали Коммунике с этим пунктом, предложить наверняка план действий, который может сейчас предложить МАГАТЭ. Ну, в частности, наверняка, это будет очередной визит на ЗАЭС. Ну, очередной визит. Зачем? Там, собственно говоря, инспектора уже на постоянной основе. Ну, значительно лучше съездить куда-нибудь в более тихое место, в Женеву, например, ну или куда-нибудь еще. На Мальдивы, возможно. Очень хорошее место для того, чтобы встретиться с представителями воюющих сторон. Я не думаю, что что-либо следует ожидать от МАГАТЭ. Уже было пять соответствующих заявлений с требованием к Российской Федерации вывести войска с территории Запорожской АЭС с требованием соблюдать принципы ядерной безопасности. Ну да. И что? Ну, будет шестое, седьмое, восьмое. Все эти бюрократические организации, они, к сожалению, сегодня не в состоянии что-либо противопоставить грубой силе. И поэтому единственное, что предстоит руководству этой организации сделать, это принять к сведению выступления Захарова и Медведева, всех остальных. Геннадий Леонидович, спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим. Геннадий Рябцев, эксперт в области энергетики, был с нами на связи. Олег, а к вам зайду. Смотрите, если мы говорим, знаете, вот о МАГАТЭ и роли этой организации, в плане, возможно, знаете, вот, ну или косвенно, я не знаю как, знаете, по касательной истории с санкциями в отношении самой России и того, что касается Росатома. Да? Каминяки, заявления, действия МАГАТЭ. И почему это не может быть определенным подспорьем для того, чтобы все большее количество стран задумались над тем, что с Росатомом, ну, в плане сотрудничества пора кончать? Не, ну, смотрите, в действительности очень часто в политике существует принцип мухи отдельно, а котлеты отдельно. Я прошу прощения. И когда мы с вами говорим о Росатоме, нужно понимать, что есть достаточно большое количество взаимных интересов, в том числе и в европейских странах, особенно в восточноевропейских, которые завязаны на те или иные поставки со стороны этой организации. При этом нужно, опять же, еще раз заметить, что ни в одном из 13 санкционных пакетов, которые приняты до сегодняшнего момента, нет ни слова о Росатоме. Хотя давайте мы с вами вспомним, что этот вопрос систематически поднимался определенными странами. Причем, заметьте, при подготовке 14-го пакета, опять же, о Росатоме не говорится ни слова. При этом мы помним позицию Польши, позицию стран Балтии, которые предлагали, ну ладно, вы продолжаете действующие контракты, вы продолжаете захоранивать на территории Российской Федерации отработанное на французских атомных электростанциях ядерное топливо. Не вопрос. Но давайте хотя бы не продлевать контракты, не заключать новые. Ну, пока вопрос находится в подвешенном состоянии. Тем более, есть очень серьезный вопрос с ядерным топливом. Американцы приняли уже соответствующее решение, но пока европейцы еще не отреагировали на это решение по поводу закупок обогащенного урана. Так что есть очень много моментов, очень специфических технологических моментов, которые реально пока не дают возможности европейцам принять очень жесткие решения по поводу российского атомного предприятия. Да, вот, Александр, тогда и к вам вопрос в отношении ядерной безопасности. Сейчас говорим о Росатоме. И как вот недавно сказал руководитель Росатома, что, я цитирую тоже дословно, недружественные страны продолжают как минимум работать с Росатомом, как максимум развивать. Ну вот это коротко, да, из того, что Лихачев тогда сказал в отношении Росатома. Хотя на самом деле вспомните все и хронологию принятия всех санкционных пакетов. С каждым разом мы понимали, что то, что не попадало под санкции, секторальные санкции, далее все-таки имело иные обороты и попадало под ограничения. Поэтому работа ведется. Посмотрим, как с Росатомом в ближайшее время также будет обстоять вся ситуация. Но если мы говорим о ядерной безопасности, точно так же хотелось бы, Александр, здесь кто-то говорит, сейчас я почитала комментарии, что Гросси работает как дипломат. Я не знаю, как работает Гросси как дипломат. Возможно, тоже он читал книги так, как читал Путин, как вы говорите, немножечко с другой стороны, с конца иногда. Но все же, поэтому, насколько здесь дипломатия в вопросе, ну, скажем так, запорожской атомной электростанции закончилась еще в первые месяцы ее оккупации? Ну, вы же видите, что он сказал, какую-то глупость. Представители всех стран в МАГАТЭ – это уровень послов. Это же не инженеры там, понимаете. Послы – это политические фигуры. Ну, о чем мы говорим? Поэтому там все решения принимаются политические. В МАГАТЭ принимаются не технические вопросы, а политические и так дальше. Почему он так себя ведет? Ну, я хотел бы предположить, наверное, хочет еще раз переизбраться на этот пост. А если будет блокирующий голос России, все, ты не переизберешься. И это большая проблема по всем международным организациям. Если человек хочет переизбраться, он должен быть в фарватере России, иначе его не переизберут. Значит, не удивляйтесь за международный Красный Крест и так далее. Ряд организаций просто у нас блокированы. Первое – хочет переизбраться. Второе – в этих организациях работает огромное количество российских сотрудников по квоте. Это тысячи и тысячи человек, которые представляют Российскую Федерацию, якобы они независимы, они все под крылом службы внешней разведки и военной разведки, работают в Женеве, Вене, Нью-Йорке. Поэтому там это огромное лобби, которое работает с другими сотрудниками организации объединенных наций. И стало понятным, что в этом плане нужно быть очень аккуратным, осторожным и так дальше. Если человек занимает такую позицию, явно идет на переизбрание. Значит, вопрос в том, как бы, чтобы и МАГАТЭ заняла какую-то более активную позицию. Но, очевидно, мы можем инициировать это через наш посол при международных организациях Вене, он же посол при МАГАТЭ, может этот вопрос инициировать для обсуждения. Есть там послы, которые, страны, которые подписали декларацию, значит, Каменюке заключительную в Швейцарии. И совместно можно действовать, и нужно давить на МАГАТЭ и давить на самого его главу. Между тем, посмотрим, как будет действовать. Он-то, если Красный Крест вообще там ступор полный, понимаете, этот хоть как-то инициировать, что-то показывает, куда-то ездит, с кем-то встречается, что-то разговаривает, какие-то комментарии дает и так дальше. То есть не скажешь, что он вообще ничем не занимается. Поэтому этот момент важный. Но, как мы подчеркнули, что касается Запорожской АЭС, очень важно, что по этому вопросу скажет Москва. Она же должна сказать, что она думает, как и так дальше. И как только она скажет, это сразу момент. Идем дальше разговаривать. Прежде всего Китай, как заинтересованная сторона, у которого в его даже плане ядерная безопасность есть. Каким образом он будет на это реагировать. Ну и вообще по этому мирному плану Китая я не слышу от Пекина оценки мирного плана Путина. В чем дело? Так они вроде сошлись, Александр? В чем дело? Как-то они вроде сошлись, нет? Ну, Путин выскочил с мирным планом. На самом деле это план аннексии части территории Украины. И вообще уничтожение украинской армии. То есть она должна. И вообще-то какой-то запрет Кремля, что мы куда-то вступали в какие-то организации, например, НАТО, что есть правом суверенном любого государства. А что Пекин? Как Пекин оценивает такой мирный план? Хорошо. Пекин считает, что не нужно ехать в Швейцарию. Окей. Ну вот альтернатива Швейцарии и Путин с планом. Ну дайте оценочку. Значит, об этом надо разговаривать дальше. И я когда вначале говорил о том, что у них там этот принцип справедливости, который не соответствует стандартам международного плана. Вы же понимаете? Это очень хитрый принцип. Почему? Это же он экстраполируется не только на Россию. То есть Китаю нужно где-то расшириться в районе Южно-Китайского моря. А по нормам принципа международного права ты не можешь. В районе Сингапура, Малайзии не подходит. Потом. Китай же смотрит на территорию от Байкала до Владивостока. Это же по Айгунским и Пекинским мирным договорам 1856-1860 годов. Значит, а вся территория от Байкала до Тихого океана была Россией захвачена. А как теперь ее вернуть? Ну, военным путем как бы сложно. А вот по принципу справедливости можно от России и потребовать, понимаете? Потому что забрали вот таким образом. Как бы теперь эта территориальная целостность России, ее нарушать нельзя. Но по принципу справедливости Китая как бы этот вопросик Москве можно поставить. А давайте как раз поговорим о позициях, которые так или иначе как бы звучали в отношении Китая. Хотя самих представителей КНР там не было. Но все же, да, мы точно понимаем, что за теми заявлениями, за позициями следили представители в Пекине. Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. В крайней мере так считает президент Финляндии Александр Ступ. По его словам, немаловажную роль в достижении мира может сыграть глобальный юг в целом. Он отметил, что участие в саммите многих представителей стран Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока дает надежду на путь к миру на условиях Украины. Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Но если мы говорим о роли Китая. Петр, что вы скажете? Насколько тут Китай, ну, действительно, давайте так. Может, не может, но сейчас. Есть ли какая-то готовность рассмотреть те позиции и заявления о коммунике, которое было принято по итогам глобального саммита мира? Ну, здесь я согласен с мнением, что, конечно, нужно будет дождаться официальной реакции России. Потом, каким образом на эту реакцию отреагирует Китай. Собственно говоря, пока что они, очевидно, взяли некую паузу в этом вопросе. По крайней мере, я не встречал официальной реакции Китая на вот эти вот мирные инициативы Путина. При том, что нужно вспомнить, что еще недавно, когда Путин был в Китае, он заявил о том, что именно в китайском мирном плане он видит основу для дальнейшего урегулирования. Ну, я, в принципе, видел китайский мирный план. И хотя он максимально неконкретный и все-таки не соответствует понятию мирный план, но он, мягко говоря, принципиально расходится с тем, что в конечном счете озвучил Путин. Петр, а можем договориться, знаете, как говорится, на берегу о дефинициях, о терминах? А это мирный план? Ну, по сути, нет. Ну, то, что у них такая визия, что они может решить. Это, по сути, декларация некой декларации. Но, я напомню, первый пункт китайского мирного плана – уважение, суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран и так далее. Поэтому, на самом деле, прекращение огня, начало мирных переговоров уже далее. Хотя, конечно, можно пункты переставлять, так как иногда и любят в Российской Федерации. Но все же. А уважение как там? Уважение, суверенитет, гарантия независимости и территориальной целостности всех стран. Вот, всех стран. Ну, для России же Харьковская, Запорожская области, Донецкая, Луганская – уважайте. Ну, Путин, по сути, да, как бы он в ключе товарища Си, наверное, здесь и вещает. Давайте далее продолжим. Есть у нас на связи, да, вот мы, ну, привлекаем, так сказать, к нашему эфиру также и гостей, так, хотел сказать, за океаном. Не совсем, да? Не из Европы в данном контексте. Айнар Сладковский, депутат Сейма Латвии, глава комиссии Сейма по национальной безопасности. С нами сейчас на связи. Приветствуем вас в эфире, Айнар. Здравствуйте. Здравствуйте. Айнар, ну, скажите, вот тут мы сейчас говорим о роли Китая в определенных таких позициях. Может ли он как-то повлиять на, давайте так, на Кремль, как вы считаете? Ну, он уже влияет в некоторой мере на Кремль. Для Кремля позитивно, где-то негативно в финансовом и в других отношениях, где Китай боится санкций в Соединенных Штатах и Европейских. Там он негативно влияет на Россию, а опять помогает по торговле и по-другому России. Вот Китай не участвовал в этом мирном саммите, который организовала Украина в Швейцарии эти два дня. Так что не надо думать только то, что они играют в пользу России, они играют в свою игру. Ну, Айнар, смотрите, как бы это понятно, да, интересы Китая превыше всего для самого Китая. Но тут возникает вопрос, вы склонны, скажем так, доверять мнению, которое звучит следующим образом, что вот реально, если товарищ Си, у него будет такое желание, да, или его к этому подтолкнут, то он реально так позвонит Владимиру Владимировичу, проговорил это слово, прости господи, вот, и скажет, ты знаешь что, Вова, нужно вот эту всю историю сворачивать, да, и Владимир Владимирович опять-таки, прости господи, скажет, ну да, окей, давай мы потихоньку будем сворачиваться. Вот это так действует или нет? Кто под кем? Или действительно можно ли считать Владимира Путина тем вассалом для, соответственно, товарища Си? Нет, это так не действует, это так не работает, и этого, наверное, никогда не будет. Но, конечно, Запад должен подталкивать те страны, которые работают с Россией, чтобы они поняли, что поддержка России им может дорого обвернуться в финансовом мире, по торговле, используя санкции и другие меры. Только так это будет работать. По-другому это так не будет работать. Я думаю, Россия, мы бы все хотели думать так, наверное, для всего мира, это не было бы хорошо, если Китай стал такой сверхдержавой, который мог бы руководить даже Россией. Наверное, этого мы пока не дождемся. Айн, раз хочу также спросить. Китай все-таки на протяжении последних особенностей месяцев утверждал, в частности, МИД, о том, что, возможно, будут принимать участие различные. Тезисы звучали, на каком уровне, но все же не принимал участие в глобальном саммите мира в Швейцарии. Накануне появилась информация, которую озвучил как раз советник по национальной безопасности Белого дома, Джейк Саляван, который сказал, что Путин лично попросил Китай не участвовать в глобальном саммите мира. Это я как раз зеркально вопрос о том, кто с кем общается, кто, скажем, на кого может надавить и о чем попросить. Как здесь вы считаете, насколько здесь видна рука Путина в вопросе как раз не участия Китая в глобальном саммите мира? Ну, это, ну-ка, даже не знаю по-русски, это очень маленький фейвор, английски говоря, что мог Китай сделать для Путина. Услуга, да? Ну, я по первой специальности, я историк. Если кто-то думал, что вот первый саммит в мире, думая о том, о конце войне, что это уже все, ну, вторая мировая война, первая мировая война, это долгий процесс. Если мы смотрим так, я вот перед вашей передачей позвонил и поговорил с главой нашей президентской канцелярии. Наш президент был, говорил на этом саммите, с ним была и глава канцелярии, то она говорила, что вот позиция Латвии, смотря на это, на эти две дня, она очень позитивная. Первый шаг был очень хорошим. Почему хорошим? Ну, ладно, там все говорят, Китай не участвовал. Но очень хорошо была представлена Южная Америка, Африка. И думаем конструктивно, это первая встреча. Сколько еще встреч не будет, если смотреть Вторую мировую войну, то говорят, что даже в 41-м году уже начали думать о том, какой будет мир после войны. Так что шаг по организации такого саммита в Швейцарии, это очень хороший. Представительство было очень хорошее. Есть о чем думать. Заявление в большинстве тоже о территориальной неделимости Украины. Это тоже, что важно. Это не мир через раздел Украины, как исторически иногда было, да, мы знаем. Так что первый шаг очень позитивный. И главное, не так, как в объединенных нациях, где там ругаются, орут один на другого, но это уже была конструктивная встреча и высказанные мнения. Я думаю, я могу вас поздравить и президента вашего, что первый шаг удался. Несмотря на то, что, наверное, думали, хотели, чтобы Китай там был. Спасибо вам огромное. Обязательно увидимся. Айнар Сладковский, депутат Сейма Латвии, глава комиссии Сейма по национальной безопасности, был с нами на связи. Мы же продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok